Добрый день! Давайте откроем Евангелие от Луки в 9-ю главу. Сразу поедем. 51 стиха я прочитаю. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. «Видя толк ученики его, Иаков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил и сказал, «Не знаете, какого бы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Аминь. И вот сегодняшняя проповедь будет построена вот на этом отрывке Писания. Мы немножко поразмышляем над этим, разберемся вообще. Что мы здесь видим? Что была определенная ситуация, на которую ученики отреагировали определенным образом. То есть они, у них гнев возгорелся, да, да как так вообще может быть? Не приняли нас. И что они вдруг говорят, да? «Давай, Господи, хочешь мы, даже не ты, да, хочешь мы, сейчас тебе даже руки свои не надо будет в этом, как бы, да, тачкать». И говорит мне еще сейчас, вот, огонь с неба, и спалим на тла эту деревню, и как и Илья сделал, да? На что Иисус им что говорит? «Не знаете, какого вы духа». И вот проповедь называйте сегодня «Какого вы духа?». «Не знаете, какого вы духа?». И мне это много дает мыслей для размышлений, на самом деле, что, оказывается, мы не только должны иметь какой-то дух, да, ходить в каком-то духе, да, в святом духе, естественно. Правильно? Мы говорим про святой дух, но мы, оказывается, должны знать, какого мы духа. И это очень важно для меня. Это все касается того, что, ну, вообще сегодняшняя тема тоже касается того, как направление такое, что мы опять продолжаем размышлять об Иисусе Христе. То есть, вот, да, если кто помнит, как вот у нас идут последние собрания, ну, мы пытались, как бы вот я говорил, Алексей говорил, да, что вот есть у меня такое переживание, чтобы мы смотрели на Христа, да, чтобы мы научились смотреть на Христа. Чтобы мы в Писании, из Писания научились доставать вот эту информацию, да. Вот сегодня, опять же, мы опять молились, да, и вы молитесь за это. И вы говорите, что, вы цитируете это Писание и говорите, что Бог, преображай нас через Твой образ, да, и нам взирать на Тебя и учиться от Тебя для того, чтобы вот преображаться в образ Иисуса Христа. Да, и однажды Иисус сказал, что, про Писание, Он говорит, изучите, исследуйте Писание, ибо все Писание, что делает? Писание свидетельствует обо Мне. Все Писание о Нем. И я уверен, что люди, когда Он говорил, вот это вот, фарисеям, они вообще не понимали, ты что о себе вообще думаешь, вообще ты, как так? Писание, оно о Боге, оно вообще там много о ком-то, и царь Давид есть, и Моисей есть, и очень много кого есть, но Иисус говорит, а оно о Мне. Все Писание свидетельствует о Мне. И мы должны научиться, вот это вот моя основная цель, вот это вот, всех этих тем, о чем мы говорим, чтобы мы научились видеть Иисуса Христа в Писании. С разных ракурсов, с разных углов, в разных обстоятельствах, да, именно для того, чтобы вот не быть невежными. Знаете, народ гибнет из-за неостатка ведения, в невежестве гибнет народ, из-за того, что не знает путь, не знает вот то, что хочет Бог, нет у него вот ясной картины об этом. Народ гибнет. Народ вообще не туда идет просто. Да, написано, народ не обуздан. Без откровения свыше, народ не обуздан. Что такое обуздать? Вот лошадь обуздан. Не только оседлать, а и узду надевая. Управляют лошадью, да? То есть, если народ не обуздан, лошадь не обуздан, ты никогда не приедешь туда, куда ты хочешь приехать. Ты не можешь управлять этим. И вот то же самое происходит, ну, с людьми. Без откровения свыше, народ не обуздан. Если мы не имеем откровения, не имеем вот эту вот, не умеем достать вот эту нужную нам информацию из Писания через откровение, потому что мы уже с вами говорили, Писание можно как угодно разворачивать. И есть мастера этого, мы говорили с вами про Кабалу, да? Мы говорили, есть очень много толкований различных, подходов к толкованиям там, очень много. И они могут захватывать, они могут быть интересными, увлекательными. Но, я говорю, есть путь. Иисус говорит, я путь, да? Есть вот этот путь, есть вот этот вот, ну, Божий образ, да? И который нам необходимо действительно научиться видеть в своей жизни. И Иисус вот однажды ученикам говорит, не знаете, какого вы духа. Да, то есть, и мне это многое еще раз говорю, что мы не только должны просто иметь этот дух, мы должны знать. Ну, действительно знать, как информацию, какого мы духа. То есть, ну, на это кто-то, ну, потому что многие привыкли жить даже как христианин. Ну, я такой, какой я есть. Понимаете? Ну, я так реагирую, я так реагирую. Мишка, христианин, христианин. И вот моя реакция. И вот, ну. И я даже в Библии нахожу обоснование своей реакции. Понимаете? Вот они ученики. Вот он. Они говорят, давай сожгем эту деревню, как Илья сделал. Да, у них даже есть обоснование, есть подтверждение, почему мы так сделали. Потому что Илья однажды так сделал. А Илья кто? Пророк. Мощнейший пророк. Величайший пророк. Божья печать на нем стоит. Он дела Божьи сделал. И вот тут надо разобраться. Понимаете или нет? Потому что это очень тонкие вещи. И Иисус, он им говорит, вы не знаете какого вы духа. Вы должны научиться, ну, как бы, вот понять, что я-то хочу, и где я в Писании. Потому что вот мы дальше уже посмотрим для меня то откровение, которое я, как бы, получил, что мы должны увидеть в Библии, вот я говорю, есть стопроцентная истина, да? А есть, как бы, подготовка к ней. Или вот, ну, вот, например, другой такой пример. К Иову пришли трое друзей. И они ему что-то говорили, они там разговаривали. И вот если вы возьмете из контекста, вырвите, ну, даже не из контекста, просто откройте Библию. И прочитаете слова какого-то, вот, какие-то слова одного из этих трех друзей. Вы имя можете, вы можете проповедовать о них здесь, да? Или кому-то. И это будет истина. Ну, вот, я вам, к примеру, могу, я вот тут несколько для себя отметил, если вот взять, вот я Иову открою, не открывайте со мной, там, вот, Вилдад Савахиянин. А нет, давайте, первый был Елефас, феноментянин. И вот у него речь там идет такая, он Иова там утешает, или там разговаривает с ними, он говорит, вложен человек, которому вразумляет Бог, и потому наказание вседержителя не отвергай. Ибо он причиняет рады и сам обязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют. Круто? Ну, вот, мы просто берем вот этот вот стих и проповедуем на нем. Правильно? И это истина. Аминь. Другой момент, там, Вилдад Савахиянин. Если же ты взыщешь Бога и помолишься вседержителю, и если ты чистый прав, то он ныне же встанет над тобой и умиротворит жилище правды твоей. Если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Это вот тоже слова одного из друзей, вырванные из контекста. И мы понимаем, что если вновь вещи не вырвать из контекста, ну, они, и они могут быть истинны, и могут быть наоборот. Но, знаете, что в конце написано про его друзей? Читали вы, нет? Когда его прошло свое испытание. И было после того, как Господь сказал слова тебе и ум, сказал Господь Елефазу Фи-Манитянину. «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иоу». Да, то есть, вот, ну, я пример. Это пример для того, чтобы понять, что вот, ну, точно так же бывает с христианством. В христианстве. Мы христиане. У нас есть свои точки зрения, есть различные какие-то вот наши как представления. И мы вот стоим на этом, это же истина. И вот они там пытались Иоуу сказать, что да не может быть такого, что праведник вот, ну, вот, страна. Вот Бог, мы же знаем тебя. Они говорили так, мы же из древности знаем. Вот, вот, от стариков там научились. Разве вот бывает, что праведник вот там нуждается. Ведь не было же такого никогда. А оказывается, вот, в той ситуации было, и Бог как-то вот, ну, Бог работал с Иоуом, было что-то индивидуальное. И в итоге Бог говорит, что Иоу был более верный в своих словах и в прохождении своего пути, чем вот эти люди, которые Ему советуют. И, ну, понимаете, о чем я говорю, да? Что есть, ну, разные взгляды, разные точки зрения немножко, да? Мы тут как бы пересекаемся. И вот, если так вот пообщаться с христианами, ты смотришь уже в этих зрелых христианствах, у каждого свое христианство. У каждого свое христианство. А на чем базируется его христианство? В основном на том, где он вырос, как он вырос, на его каких-то ситуациях, на его контексте, на его... А знаете, на чем должно базироваться наше христианство? На Иисусе Христе. Вот мы должны научиться думать и иметь тот дух, который есть в Иисусе Христе. В первую очередь. И научиться это разделять, научиться это отделять, научиться, вот, ну, вот понять, как это, да? И опять же, через... Через знания, через размышления. И вот, ну, просто сейчас чуть откладываем вот эту общую мысль. И так, ну, немножко пойдем, опять же, в какие-то, таким, маленькие вещи. Вот как ученики отреагировали на то, что их туда не пустили, да? Отвергли их, сказали, не-не-не-не-не-не, да? Неприятно. Они, вот, ну, тут, у нас Христос, Иисус Христос. Чего кто? Не-не-не-не-не-не, давайте, давайте, нам не надо. Что? Гнев, да? Гнев. И вот, ну, я, ребята, говорю немножко о гневе. Потому что мы в такое время живем, когда очень много раздражений, очень много раздражителей, очень много вот этой различной информации, очень много несправедливости, на самом деле. И она есть, эта несправедливость. Но Библия нам что говорит? Вот, кстати, это тоже в Иове. Иов, пятая глава, второй стих. Пятая глава, второй стих. Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Вот, то есть, гневливость и раздражительность, это у дед кого? Глупцов. И мы все с русской, ну, я-то нет. Но на самом деле, часто да. Все мы часто, да. Часто мы гневаемся. Просто кто-то это показывает, а кто-то это не показывает. И если ты гнев свой не показываешь, это не значит, что ты не гневаешься. Правильно или нет? Ты кипишь еще больше, чем тот, который сразу это показывает. И вот, ну, вот это вот, вот. Но что Библия говорит? Гнев гнездится в сердце глупого. И вот, никому не нравится это слово глупое, правильно? Оно прям сразу так бьет больно. Ну, я говорю, я не глупый. Но глупый, это не значит не умный только, да. Глупый, это для меня определение глупца, это человек неглубокий. Это поверхностный человек. Это человек неразмышляющий. Это человек просто реагирующий, как получается. Да, просто вот ситуация произошла, и ты, а я этого не люблю, и этого не навежу. И вот ты, и вроде у тебя основания для этого есть. И основания могут быть различны. Несправедливость. Или даже, вот как я говорил, вот, даже вот как христиане иногда могут между собой, там, у тебя там свой опыт, ты вот уверен, что вот так вот правильно, а он вот так вот сделал. Ну, ты уже все, уже критикуешь его, уже какой-то гнев внутри, и все. Но от чего это? От того, что мы не размышляем просто. От того, что мы неглубокие люди. И вот для меня христианство, поэтому я вам много раз об этом говорю, для меня христианство это глубина в первую очередь. Иисус Христос пришел принести глубину. Потому что, как бы, вот до него Бог, как бы, он уже предстал перед людьми, да. Он уже, ну, ветхий совет был, то есть были отношения с Богом, там, и так далее. Ну, приходит Иисус, и что Петру говорит? Петр, вот плыви и закинь все эти на глубине. И для меня это чуть-чуть пророчество, что, ну, куда меня зовет Иисус? Меня Иисус зовет в глубину. Меня Иисус учит размышлять. Мы об этом тоже говорили, да. Что такое притча? Притча это вот работа для нашего мозга, для того, чтобы мы учились размышлять. И, на самом деле, если мы вот этому научимся, мы из гнева будет проще. Потому что много раз, если мы просто задумаемся о той ситуации, почему там человек нам так сказал, или почему ситуация так произошла, мы дадим какую-то определенную паузу, и мы найдем вот эти вот доводы, если мы захотим их найти, может быть, почему человек нам так отреагировал, или почему человек несправедлив ко мне, или почему ситуация вот так вот в моей жизни, да. То есть, ну, я не хочу быть глупцом. Я не хочу быть глупцом, поэтому я, ну, как бы, вот хочу обращать на вот то, почему я-то гневаюсь. И Библия, на самом деле, не запрещает гневаться. В Библии тоже сказано, гневаясь, не согрешайте, солнце-то не зайдет во гневе вашем. Да. То есть, ну, ситуация, это не значит, что вот мы не должны гневаться. В Библии не говорят, Иисус когда-то даже гневался, да, и там, апостолы гневались, да, но просто вот управление вот этим своим состоянием, управлением своим духом. То есть, да, в Библии нам говорят, что человек, владеющий своим духом, лучше человека, владеющего городом. Ну, так, да? Вот. То есть, как бы, и оказывается, это возможно. Оказывается, это, ну, дано человеку. Не просто говорить, ну, я такой, а действительно посмотреть на это библейский. Действительно начать быть более глубоким человеком. И Иисус об этом тоже говорит. Вот неразумный строитель, он и назван глупцом тоже, знаете, неразумный строитель. Вот это вот и есть, да? И написано, он быстро вот все построил на песке. А разумный что сделал, мудрый? Он копал, 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 углублялся, нашел эту скалу и поставил свое основание на эту скалу. Мы также должны быть с Иисусом Христом. Мы должны найти Иисуса Христа. Найти, действительно, вот это вот основание для того, как жить, как реагировать, как поступать. Потому что, ну, вот на нем есть, что мы, ну, например, что мы, вот, происходит какая-то ситуация. И вот почему иногда, как бы, вот мы гневаемся или, там, хотим выбирать эту реакцию, как бы гневаться или, там, говорить кому-то что-то, выговаривать в открытую. Потому что, ну, кажется, что если я, там, не скажу или, там, не... то я буду просто трус, например, да, или просто я от слабости, вот это вот скажу, да, потому что, ну, от слабости это тоже не та реакция. Поэтому и надо копать для того, чтобы, вот, ну, иметь, вот, ту реакцию, которую нужно иметь. Не просто тоже вот такой вот поверхностный такой вид, вид создать кроткого человека, что тебя это не коснулось, тебя это не раздражился, ты не гневаешься. Понимаете, разницу между тот человек, который борется с гневом, размышляя, ища вот эту реакцию, как ему поступить в данной ситуации. Потому что, а на чем тут? Как Иисус поступал в этой ситуации. Как Библия мне говорит, как, вот, про образы Христа поступали в этой ситуации. Или, или просто убежать от слабости, да, вот, мир тебе скажет, что вы, христиане, просто слабые. Вы просто не хотите конфликта, вы просто, вот, убегаете от конфликта, чтобы, вот, ну, понимаете, про что говорю, да? Берете вот такой тоже поверхностный образ, но Иисус не был слабым. И Он какие-то вещи не говорил, там, кому-то, да, не из-за того, что был слабый, из-за того, что, может быть, имел милосердие, или имел паузу какую-то, да, имел просто другое мышление, другое видение, как это происходит. Да, когда Его били, когда Его плевали, Ему в лицо, Его ведут, и вот Он мог уже в этот момент сказать, «Ты как вы меня достали? Я же для вас все это делаю, но вы никак не можете понять». И был бы тоже прав по-своему, но Он молится, Он говорит, «Господи, прости им, потому что они не ведают, что творят». Не просто вот «Прости их всех, я их так люблю», да нет, «Прости, потому что они не понимают». Понимаете? И тогда, когда будут в нашей жизни вот эти вот ситуации происходить с нами несправедливо, или что-то, что нас раздражает, мы можем найти вот это вот мышление для того, чтобы правильно отреагировать, для того, чтобы вот не потерять вот этот внутренний мир, баланс, и понять, что, ну, они просто не понимают, да. И вот там примерно такая же ситуация вот этих, да, у учеников, то, что Самария не принимает Иисуса, они говорят, «Мой, не надо нам ничего тут проповедовать, а идти сразу сжечь хотят». Как же так? Их не приняли. И, ну, понимаем, да, о чем говорим. Так, я считаю, что вот эта вот раздражительность, гневливость, как-то вот я когда об этом подумал, это, ну, можно так назвать, одной чума последнего времени тоже. Люди очень раздражены, люди очень гневливы, люди очень вот так вот, ну, болезненные, да, вот просто к каким-то раздражителям там и так далее, с тем, что происходит. И, ну, мы христиане, и мы можем, опять же, не только поверхностный образ Иисуса Христа такой дать, да, что вот, давайте мы будем все жить дружно, да, как Леопольд, мыши над ним издеваются, а он, давайте жить дружно, да. И, ну, вот мы с силой, понимаете, да, поступать от силы, а не от слабости. Как примеры тоже могу, как бы, переводить. Вообще мы, ну, вот я говорю, насколько мы можем, как бы, если у нас другое мышление, более глубокое, более, вот, ну, мы, как бы, оцениваем лучше ситуацию. Оно, оно лучше на самом деле. Вот у меня на днях, мы там работаем, и мы там, как субпотребчики, одни из подрядчиков, выполняем там свою работу. И там есть вот эта основная фирма, которая там тоже нанимает много людей, они пытаются делать работу, в сроке не успевают, денег у них не хватает для того, чтобы выполнять этот объект. Они зарплату задерживают, люди разбегаются, люди ропщут. Ну, тяжелая такая атмосфера. Ну, как бы, ну, уже пошли вот в это вот, да. И понятно, что, наверное, заказчик должен был, может быть, как-то вот человечнее там к людям относиться, да. Хочется так. Но и люди должны научиться человечнее относиться вот к этому, к своему руководству, которое вот взяло этот объект для того, чтобы как бы делать. Потому что, ну, как бы, понимаете, да, прочее говоря, что без этих людей этот объект не сделается. И вместо того, чтобы там роптать и только руки опускать и критиковать там руководство, надо собраться и, ну, сдвинуть эти, как горы там, вот эти вот объемы там и так далее, которые нужно сдвинуть. И вот, ну, я говорю, у меня разговор произошел там, вот один прораб есть, который, в принципе, от них и организует работу. И он как бы вот должен там, он должен укреплять тоже людей, говорит, давай, ребят, делаем то, делаем то, там, зарплата будет там и так далее. Потому что, в принципе, ну, он получит там свою зарплату, ну, понятно, но он ждет там тоже, если нет, он там задерживает. И вот мы с ним встретились, он говорит, а чего у вас, чего у вас денег-то дали, что ли? Я говорю, ну, что-то нам дают там, но мне нет, мне важно вот сейчас это закончить. Меня больше волнует, чтобы мы вот, ну, все это сдали и так далее. Потому что я понимаю, я говорю, я это начальство понимаю, которое нужно сделать, у которых не двигается, и, ну, тут нужно вот как-то проявить вот это понимание тоже к руководству, да, и объект должен делаться, должен двигаться. И он удивился, слушай, что, ну, он по идее думал, что я вот, он мне сейчас скажет, да, козлы, я ему скажу, и не дают, задерживают. Но я понимаю, почему не дают, задерживают. Потому что тоже и работа как бы не движется, не получается сделать то, что нужно сделать, там, люди разбегаются и так далее, да, и вот. И у меня вся вот эта вот ситуация, я понял, и мы с ребятами даже вот пришло такое побуждение до этого немножко, что мы молимся за объект, что, о, дай нам быстрее это вот сделать, дай нам вот эти вот моменты. Но у меня пришло вот это побуждение, что я должен молиться не только за себя, но я захотел молиться за вот эту главную фирму, которая, да, от которой, как бы, все зависит. И я начинал их благословлять, благословлять эту главную, как бы, фирму, которая, ну, потому что если у них, ну, даже вот она логика, даже в этом, понимаете, если у них там что-то не получится, отразится на мне тоже. Не важно, я там свою часть закончу или не закончу. Даже вот если я закончу свою часть, а они свою часть не закончат, то, ну, как бы, целиком, то будут проблемы в перечислении денег, и я буду страдать. Вот понимаете, о чем это говорит? Вот когда ты человек размышляющий, когда у тебя есть, как бы, глубина, когда ты размышляешь об этом, и у меня, ну, понимаете, у меня переживание за них, у меня побуждение молиться за них, у меня желание как-то им помогать, с ними сотрудничать, поддерживать их. И я говорю, я видел, когда человек, с которым я разговаривал, спором, он был удивлен, он не понял вообще, ну, как, вот для него, это было, как бы, непонятно, он думал, что мы сейчас вместе критиканем его начальство, которое плохо. Ну, и, может быть, оно действительно там не очень хорошо, и к людям они там относятся не очень хорошо, но они тоже там вот свои каши варятся, потому что на них тоже там давят, и так далее. Понимаете, ну, что я пытаюсь вам передать? Чтобы мы, вот, чтобы, вот иногда в наших ситуациях, какие-то вот ситуации в жизни происходит, мы только на нее смотрим, поэтому у нас тут и гнев, у нас недовольство, мы критикуем, мы вот, все, вот он плохой там-там. А ты же не знаешь о его проблемах, ты же не знаешь вот об этой ситуации, а ты, как бы, думай об этом, молись за это. И вот это Бог благословляет, я уверен, что, ну, как бы, да, в Библии написано, что Бог даже врага примеряет с правильным, да, когда человек имеет правильную позицию, правильное сердце, правильный дух. Понимаете, вот это вот, вот это нельзя сымитировать. Либо ты будешь так жить, либо ты будешь так мыслить, либо ты будешь переживать за тех, у кого тоже там трудно, да, и, или только будешь за свое переживать. Если будешь только за свое, и вот таким будешь узким поверхностным, вот, вот твоя участь, гниф гнездится в сердце глупца. Ты глупый, ты поверхностный, ты неразмышляющий, ты зацикленный только вот на своих каких-то вещах. Поэтому, ну, вот поэтому мне нравится христианство, мне нравится Иисус Христианство. То есть, он глубже, он шире, он, вот, он открыт, он открыт для всех. И мне очень нравится пример с Зархеем. Вот, ну, все бы это, кто такой был Зархеем? Я не знаю, чиновник был, начальник от чиновников. И, ну, у Иисуса к нему было другое отношение. У всех было, побыстрее бы он сдох, или там что-то, ну, как-то, да, проклинали его все. Ну, потому, ну, и потому, что он заслужил, действительно он заслужил, потому что многие, вот, ну, сейчас вот очень сильно накалена такая обстановка вокруг чиновников. Вокруг вот, и, ну, никому не жалко, никто не понимает, в какой ситуации они живут. Не жалко? Не жалко. Видите, вот, не жалко. А они, тоже, многие из них, люди, которые там, для того, чтобы туда попасть, много работали. Очень много, ну, как бы себя тоже что-то лишали. Многие из них были отличниками круглыми, да, там, шлипу какой-то, вот эту. Ну, ну, когда туда попали, они не смогли устоять перед теми искушениями, которые перед ними открылись. И вот так размышлять, опять же, в наше время практически никто не хочет. А вот ведь это нам надо так размышлять. И вообще, не потому, что сын человеческий пришел, не губить души человеческие. Мы с вами не проклинать их поставленные. Мы поставлены молиться за них, мы поставлены пытаться как-то принять их тоже и понять. Я вам сейчас прочитаю письмо. Предсмертная записка чиновника. Может быть, кто-то находил это в интернете? Ну, вот, рано утром, 8 декабря, вице-губернатор Томбовской области, Глеб Чулков, выбыл из окна своего дома и погиб. Предварительно он покончил с собой. С 16 октября Чулков находился под следствием, подделал о мошенничестве и был под домашним аренством. Вот, один чиновник, так и закончил. И многие скажут, так ему и надо, да? Так ему и надо. И может быть, мы правы, но мы должны быть будущими. Я вот про чем говорю. И вот если мы сможем мыслить по-другому, то... Вы сейчас поймете, про что я говорю? Потому что этот человек написал вот эту записку, предсмертную. И он, когда ее писал, он буквально видно, что не собирался в жизни самоубийством поканчивать. Он ждал, что его будут судить, в тюрьму поедет, там, и так далее. Поэтому, ну, поэтому вот в ней даже больше, ну, как-то в настоящей... Она вот, она не предсмертная, на самом деле. То есть она по факту предсмертная, но он не писал ее как предсмертную. Он просто обоговаривался. И вот давайте мы просто прочитаем. И там примечание редакции. Мы приводим отредактированный вариант записки без имен, его родных и личных посланий. Мне больно сознавать, что ваш отец, сын, брат и дядя оказался не эталоном человека, а простым конченым ублюдком. Вся жизнь моя это подтверждает. Я принимал очень легкие решения, которые были на поверхности, без мужества и воли. В конце последних лет я вообще перестал принимать решения. Жизнь для меня оказалась сказкой с золотым дождем. Он лил из всех щелей. А мозг у меня не понимал, что это дождь из правоохранительных органов. Я до того обнаглел, что не гнушался ничем, даже обычными продуктами питания. Мне казалось это вполне естественным. И это страшно. Потеря чувства реальности напрочь. Это сыграло роковую роль. Я брал, но ничего не отдавал. Я сейчас сижу и не понимаю, как это могло вообще быть. Могу постоянно искать оправдания, но это я сам обнаглел до степени многоточия. Наверное, нет такого слова. Вообще, если все рассказать, меня стоит не ненавидеть, а считать полным ничтожеством. Сейчас легко это говорить, понимая, что был неправ. Но я даже не нахожу объяснения этим поступкам. Я скупердяничал везде и во всем. С друзьями, семьей, внуками. Не помогал уже людям совсем. Мне больно признавать, что мысли у меня были не о помощи, а о чем-то еще. Не знаю, как это можно назвать. Наверное, в русском языке нет такого слова. Больно в протяжении длительного времени способствовало тому, чтобы я одумался. Которая привела меня к глубокой яме. Я это заслужил. Хавал все в одно рыло. Я откладывал на черный день. Они настучали, но у меня нету ничего. Мы вдвоем с мамой, и я под арестом буду навсегда. Как мне хотелось все изменить. Я наподставлял кучу людей. Они проклинали меня. Хорошо бы, если только они. Что же будет дальше? Даже не знаю. Я пишу это для того, чтобы вы знали, какой человек был рядом с вами. И вы все равно меня любили. Я предал всех, подставил, сделал будущее всех черным. Это самое тяжелое. Господь распорядился мной с Божьим промыслом. Дал насладиться безнаказанием, а потом жестко положил законом Божьим мне на плечи. Я понимаю, что ухожу навсегда в места заключения. Я не знаю, когда там умру. Если быстро, то лучше. Но боюсь, мне не дадут этого сделать. Я думаю, несмотря ни на что, вам лучше забыть о моем существовании. И жить своей жизнью, полной радости и счастья. Я думал, что счастье в деньгах и мучте, но не в этом. В близких друзьях и общении. Я даже не знаю, кто из друзей еще переживает за меня. Спустя время, когда откроется информация обо мне, ситуация может измениться. Я полностью это поддерживаю. Я молю об одном. Забудьте обо мне, как о прахе. Я до того, что я не замечал ничего. Все люди уже давно презирали меня и правильно делали. Я ввел такой образ жизни, что сам бы, посмотрев его со стороны, плевался бы. Но мне казалось, это все окейно. Если бы можно было все сначать начало. Но жизнь прожита. И мне хочется, чтобы забыли обо мне навсегда. Но мое имя будет нарицательным. Таких людей еще не было. Может быть, я немного чикатила. Оглядываясь назад, я вижу пустую жизнь. Без моральных принципов и устоев. Не буду все писать. Это ужасная песня про идиота во власти, потерявшего берега. Это просто пипец какой-то. Без разбора брал материальные блага. Это как может быть такое. Ничего не отдавал. Не людям францящим у меня помощи. Что это такое? Я не понимаю этого сейчас. Синдром жадности или еще что-то. И ведь ничего не случалось, чтобы я понял это. Мы совет детям. Не доверяйте никому, кроме близких. Я доверял всем. Не то, чтобы я обманулся. Просто все произошло по моему легкомысленности. Я думал о своей исключительности. Поэтому у меня все льется. Но нет. Все, человек 15-20, кем я общался, уже презирали меня. Я работал с правоохранителями. Вся моя жизнь сплошной развратой пьянкой. Обернулась сегодня. Я бы хотел все исправить, но не смогу. Хочу, чтобы все были счастливы, радостны и здоровы. Именно в такие минуты ценишь жизнь, как никогда. Потому что ты есть, а жизни нет. Самое страшное, что это меня ждет. Такого слова тоже нет. Думаю, ад – это очень легко. Но никуда не денешься. Злость там на меня чрезмерная. Презвление зашкаливает. Поэтому лучше меня забыть и вспомнить, как огадившегося человека и нагадившегося всем в очень большом размере. Я боюсь, что мое имя будет синонимом какого-то страшного и неразумного человека. Я поставил ноги хороших людей. Вряд ли они меня простят. Ужас, который я испытываю, от этого колоссально. Но я сделать не могу ничего. Я с каждым днем приемнее признаю, что конченый человек и вообще человек-лим. Мне кажется, что самое худшее животное. Я не знаю, как оправдаться. Это невозможно. Мой мозг выдает такие вещи, что я не пойму, откуда они. Как будто я зомбирую. Я поставил кучу людей. Они не то что презирают. Они поэтому лучше отказаться от меня. Они благоточат. Поэтому лучше отказаться от меня и забыть. Ну, мы видим, да, что это настоящее письмо. Вы видите, да? Что это не фейк. Что человек, у него паранойя. Он одно и то же уже даже. Но мысль вы понимаете. Что вот человек понимает. И Библия нам, братья, говорит, что будет с беззаконниками происходить именно это. То, что нам кажется, что вот нам нужно счастье в деньгах. А человек вот в эти минуты понимает, да? И когда он загнал в тупик. Я говорю, я вот пришла. Вот эта мысль. Я прочитал это письмо как-то. Я даже не думал, что я буду его вам тут читать. Но вот вчера, когда готовился, пришла вот эта мысль. Я ее вот... Я вам это письмо прочитал именно в контексте вот той проблемы. Вы можете разные... Мы можем разные выводы там из нее сделать, там и так далее. Но у меня... Я вижу, что этот человек неплохой изначально. Видно, что он на самом деле неплохой человек. И в принципе у него... Вот если бы, может быть, даже до него донести Евангелие, да? И объяснить ему эти вещи, и вот, ну, сможет до него это донести, он может покаяться. И он действительно, вот, ну, может, как он говорит, хотелось бы начать жизнь заново. Но это невозможно, да? Почему невозможно? Потому что у него нет Евангелия. Потому что он, ну, как бы, вот, ну, закрыт тоже, да? Все, дьявол его жизнь извратил, уничтожил. Я на нас говорю, да? Что... Чтобы мы не думали, что вот все те, которые там с нами поступают беззаконно, или там вот, ну, против нас там что-то, вот, они все такие... И не люди вообще, и их нужно только проклинать. Нужно, нужно уметь молиться, нужно быть глубже, нужно понимать, чем живут, как бы, люди, да? Очень, очень, на самом деле, много чего можно размышлять, если мы будем смотреть на Существо Христа. Вот, ну, похоже, поступок был у Падла. Когда я вам, я проповедовал на нем, я люблю эту историю, когда они с силой были в тюрьме за то, что они выгнали беса из одной женщины, и молились ночью, и двери темницы отворились, землетрясение было. И вот, как я говорю, что мы иногда хотим только этого. Мы хотим вот этого вот, такого шоу, шум, землетрясение, аллилуйя, цепи разорвались. Но именно вот в этот момент пришел страж. На самом деле, никто еще не освободился, ничего не произошло. Вот в этот момент пришел этот страж. Увидел, что темница открыта, все пусты, выхватывает меч, и все быстрее себя хочет убить. И вдруг Панел кричит, нет, стой, не делай этого. И человек, останусь все здесь. Ты ошибаешься, ничего еще не произошло. И вот, понимаете, вот, ну, как бы, человеческая логика, любую, вот, кто бы из людей вообще смог бы успеть отреагировать, остановить этого человека. Ведь он же, он же ужасный, он же страшный, он же, вот, ну, не любит людей. И у него же, ничего человеческого в нем уже не осталось. И тут так же, как вот, да, с этим чиновником. Что все, вот, человек хочет наложить на себя руки, а некому его остановить на самом деле. Сказать, что есть Бог, который его на самом деле любит. Сказать о том, что, да, это все и есть, ты все это делал, но ты это делал, потому что ты никогда не встречался с Богом еще. У тебя жизнь так пошла. Понимаете, ну, и люди ждут, ну, есть люди, которые ждут именно этого слова в свою жизнь. Чтобы пришел кто-то, потому что они внутри живут с этой боли, они осознают, что, ну, они ничтожны. И они нуждаются в Евангелии, они нуждаются в прощении, они нуждаются в понимании, они нуждаются в Иисусе Христе. Они нуждаются вот в этой глубине, они нуждаются в другом взгляде, в другом мышлении. Понимаете, если вот мы сможем стать такими людьми, мы действительно будем другими людьми. Мы будем другой церковью. Понимаете? Мы не будем вот этой поверхностной просто, а, в Библии вот так написано, мы так делаем. Вот пусть ученики, или сделал так, давайте так сделаем. В Библии много чего написано. Но мы должны знать, какого мы Духа. Понимаете? Мы должны знать, какого мы Духа, и какую ситуацию как трактовать, и какую ситуацию как интерпретировать его Духу. Очень, очень много вот, я говорю, в Библии написано. Вот однажды Петр с Иисусом был на горе. Петр, Иаков, Иоанн. Три человека. И помните, что там было? Спускается Слава Божья, и вдруг они глаза пятны, и они видят Моисея или Иисуса Христа, разговаривающих. И вот как раз вот о том, что Петр не понимает. Петр, да, я уже говорил об этом. Петр не понимает, что говорит, да? Или не знает. В другом переводе написано, не знает, что сказать. Вот ему надо было что-то сказать, но он не знает, что сказать. Он не знал, как на эту ситуацию отреагировать. И он выдвигает вот это вот. А давайте сделаем три пущи. Одну тебе, одну Моисею, одну Илью. И хорошо у нас здесь. Да? Это вот, ну, иногда мы хотим все смешать. Это мне говорит о том, что, ну, как мы иногда тоже понимаем Божье Слово, понимаем Божье Откровение, да? Что у нас вот, ну, все, оно вот три пущи. И Моисей хорошо, и Илья хорошо. И Иисус говорит, как, что голос ему сказал? И вот в этот момент, когда Петр говорит, что, давайте сделаем три пущи, Бог говорит, нет, а ну, а ну. Ну, другими словами, да? Бог говорит, сей и сын мой возлюбленный, его слушайте. Сей и сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Понимаете, да, что здесь есть, ну, некая теология такая, даже, да, вот в этом, вот, да, ошибка теологии, да, ошибка представления, вот, то, как мы интерпретируем Откровение Божие. Моисей и Илья и Иисус Христос. Другими словами, Петр поставил Иисуса Христа на один уровень с Моисеем и с Ильей. И это ошибка. Потому что голос ему как раз об этом сказал. Сей и сын мой возлюбленный, его слушайте. Это то, что, мое переживание, то, что я, как вначале уже сказал, что наша задача увидеть Иисуса Христа. Увидеть его, увидеть вот этот дух другой, да, увидеть его мотивы, увидеть его силу, увидеть его прообраз. Действительно, это очень важно. Не знаете, какого вы духа. Вот, тоже очень хороший пример. Я вообще думал только об этом проповедовать. Можно было бы, вот, а разница между Илией, пророком, и Елисеем. И я увидел, что, оказывается, пророк Елисей, почему, например, Елисей не пришел тоже на встречу с Иисусом Христом, где Илия и Моисей. Илия и Моисей были, и там с ними был Иисус Христос. Он говорил, там такого пророка Елисея, там нет. Потому что пророк Елисея, это и есть прообраз для меня, Иисуса Христа. Потому что, ну, и мы будем, если эти вещи накладываем, мы можем найти это подтверждение. У нас Иоанн Креститель с кем сравнивается? С Илией. Потому что, да, Илия должен был так прийти. Вот как там происходило, так и должно. И после Иоанна Крестителя кто пришел? Иисус Христос. И сам Иоанн Креститель сказал, что мне, как бы, дан Святой Дух, но ему дан Дух безмерный. У него, ну, он действительно, вот, истинная вот благодать. Ему действительно дано больше Духа. Ну, другими словами. А кто больше Духа попросил? Елисей тоже, да? То есть, вот эта вот параллель между Иоанном Крестителем и Иисусом Христом и Илией, и Елисеем, она нам тоже отдает именно вот это вот знание Духа. Я даже думаю, что сам Иисус Христос, он на этом учился для себя, на этих примерах, как Илии и Елисея. Потому что вот почему Елисей вдруг просит двойного Духа? Мое мнение, потому что он видит, что Илии не хватило Духа для того, чтобы выполнить ту работу, которую ему нужно было выполнить. Илии не хватило Духа. И если мы вот внимательно посмотрим, мы увидим, что Илия был человек раздражительный, импульсивный и гневливый. И это был пророк Божий. И это тоже определенный прообраз. Понимаете? Но то, как он себя вел, он мог себя только вести, но вот как ему было дано. Так же, как Иоанн Креститель об этом говорит. Ну, мне что дано, то я и есть. И мы видим, что Иоанн Креститель, он тоже отродье змеиное, лопата занесена, что твари бежите, от гнева и так далее. Лопата, ну и так далее. То есть мы видим жесткое достаточно проповедь. И у Илии было что-то похожее, вот эти вот одежды. И вот я говорю, что если мы не научимся об этом размышлять, и вот когда Елисей попросил вот этого двойного Духа, вот теологи, например, заметили, что Илия сделал там 7 чудес, а Елисей сделал 14, и они увидели количественные изменения в самом количестве. А я, например, вижу, что там есть качественные изменения очень сильные. Там действительно другой Дух, там по-другому действует Елисей. И вот просто один там небольшой такой пример. И к Илии однажды посылают людей, царь, который его ищет, ну там да, хотят его убить, и посылают ему по 50 человек. И что делает Илия? И там приходит вот этот военачальник. Это израильтяне, это в принципе народ Божий. И вот этот военачальник приходит, и здесь, говорит, живет пророк Божий Илья. И Илия говорит, если я пророк Божий, пусть огонь с неба сойдет и пожрет вас всех. И сходит огонь Божий, 50 человек, говорит, хороший, да, то есть такой, ну, он же защищался, да, он же пророк Божий, он же вот в духе ходит, правильно, у него же откровение. И приходит, и второй раз царь посылает, и второй раз тоже там всех 50 сажет. И уже там третий пришел, Илья говорит, пожалуйста, нас послал царь, ну, жить хотел. Ну, Илия, хорошо, да, все. Вот тут Илия успокоился уже. И не стал уже больше вот так пророчествовать, да. Но, да, но Бог, когда человек пророк, да, Бог дает пророку двигаться вот в том духе, да, написано, в духе пророческих послушных пророков. И вот Илия двигается вот в таком духе, он пророк Божий. В нем святой дух. Святой. Но, исходя из того, что Елисей попросил два духа, да, Илия попросил два, мы видим, что у него половина на самом деле. То есть есть полнота, а есть неполнота. И вот мы можем и от этого интерпретировать. Потому что, ну, я очень много знаю, как бы, разных интерпретаций вот этого двойного духа, нам нужно двойное помазание, там и так далее. Нам просто нужно помазание. Нам вот половина помазания нам не нужна. Понимаете разницу или нет? И хотя половина помазания тоже очень мощная. Понимаете? Вот. И мы можем с этой точки зрения рассматривать. И для меня вот Елисей, он увидел, что, ну, не хватило. И вот Елисей, он по-другому поступает. Однажды у Елисея похожая ситуация. Он подсказывал царю, где будут враги. На них нападали сирияне, он подсказывал царю, и царь устраивал засады. И враги так огорчались. Они, кажется, узнали, что есть пророк, который это все делает. И они посылают армию против этого пророка. Эта армия окружает город. И вот тут бы, да, проявить вот то откровение, которое было у Ели. Оно прям подходит хорошо, да? Ах, да, на пророка Божьего. А пойдет так он с ним. А как действует Елисей? А поэтому Иисус Христос нам говорит, что любите врагов ваших. Да? И это не от слабости, это от силы. И он молится, ангел ослепляет этих врагов, он выходит. Ну, как ослепляет? Ну, что-то вот они, они же не физически вот прям ослеплены. Что-то у них такое помешательство. Он вот вышел к ним, чего-то вы ищете? Такого-то. Ну, пойдемте. Сам к ним, и как Сусаня так увел. Увел их в тыл израильской армии. Их там окружили. И царь, что говорит, да? Все, давай, всех сейчас. Хорошо, ты хорошее дело сделал. И вдруг Елисея говорит, нет, нет, разве ты их победил? Что говорит? Накормите, напоите и отпустите домой. И вот она, другая стратегия. Вот он, другой дух. Вот оно, другое видение. Вот оно, более широкое размышление, как может здесь поступать. И после этого написано, и после этого они вообще больше не гранили. Именно вот эти вот войска, они вообще больше не гранили. Все, он их любовью обезоружил. Он их другим отношениям обезоружил. Понимаете? И вот, ну, там есть еще другие моменты, которые, ну, вот у Елисея, в которых он, ну, по-другому действует, на самом деле. Или, чтобы показать силу Богу, он говорит, да не будет дождя. Да, народу нужно покаяние, но три с половиной года это тоже жестковато, да? Пока я не помолюсь, могу. Не будет дождя. Вот. Ну, при Елисеи тоже был голод, но когда там пришли к нему, все, завтра, ну, вот, недавно об этом говорили, завтра будет три копейки стоить хлеб и мясо. Да как такое можно было? Ну, вот так. Я пророк. Да? Ну, как бы, он пророчествует, он понимает вот это вот, он от чего идет, он идет вот от этой милосердия к людям, потому что люди голодают, что людей надо накормить. Так же, как Иисус, Он кормит тысячи вот этих хлебом, да? То есть, он, да, можно их просто отпустить, а Он говорит, не-не-не-не, дайте им есть. И вот, понимаете, это к тому, что мы, если будем более глубокими, если мы будем размышлять, если мы будем понимать образ Иисуса Христа и какие-то, ну, другие еще образы, да, которые тоже есть на арене, да, на библейской, да, что есть друг жениха, а есть жених, да, есть подруги невесты, а есть невеста, да, и вот это вот все есть на самом деле, и, ну, чем мы хотим, как мы себе это представляем, о чем мы размышляем, да, просто мы, действительно, мы можем знать, какого мы Духа, и для этого нужно, вот, влюбиться в Писание, изучать Писание, желательно даже проповедовать, потому что, ну, я как бы вот призываю людей, чтобы они мечтали, то, что надо проповедовать, чтобы хотели проповедовать, потому что, когда ты проповедуешь, в первую очередь, тебе открывается очень много, и ты получаешь. Давайте откроем Иакула, третья глава, послание Иоанна. с тринадцатого стиха, я прочитаю. Мудрый ли и разумен, кто из вас докажет на самом деле добрым поведением, с мудрою кротостью? Но если в вашем сердце вы имеете горкую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, лесовская, ибо где зависть и сварливость, там не устройство, и все худое. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и лицеменна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Это вот мы говорим действительно о том, как мы должны определять, в каком мы духе должны ходить и с какого духа должна быть наша реакция. То есть, какой мы вывод из этого делаем, что если мы люди поверхностные, то мы просто реагируем, как мы реагируем, и все. Но если мы люди, которые хотят иметь мудрость Божию, которые хотят иметь глубину, размышляющей, мы тогда уже способны управлять своим духом, способны знать, какого мы духа и выбирать реакцию. У нас, на самом деле, есть выбор. Если мы просто как реагируем, так реагируем, то это одно. Мы действительно иногда и будем просто реагировать, никуда от этого не денешься. Но всегда есть возможность размышлять, всегда есть возможность дать паузу, всегда есть возможность посмотреть на ту или иную ситуацию с другой стороны и понимать, понимать какого мы духа. Я вас убедил, что мы не только должны иметь дух, но мы должны иметь правильный дух. Мы христиане, мы его последователи. И вот мы должны в Библии все это найти и тогда мы будем, для меня последнее время, действительно я слышал такое, 4 вида почвы есть, твердая земля, посеянная на камнях, потом посеянная в тернии и как бы добрая земля. Но на самом деле в этой доброй земле еще 3 вида, то есть тогда получается 6. 6 на самом деле, мы можем в 30, можем в 60, а можем в 100. Понимаете? И вот для меня вот это вот 3, это больше к тому, что 30 или 60. Он как бы прообразовывает, да это много, да это круто, да не было такого. Иисус говорит про Иоанн Крестителя, не было человека среди рожденного жен больше, чем Иоанн Креститель. Но что Он говорит про вас? Он говорит, ну всякий, меньший в Царстве Божьем больше Него. Аминь. Поэтому, ну вот, будьте глубже, будьте настоящим, будьте последователями Иисуса Христа. Помните тоже про тех людей, которые может быть причиняют нам боль, да, или несправедливость какую-то, что они это тоже делают из-за каких-то там своих ситуаций или из-за того, что у них, ну мы почитали сейчас про этого чиновника, мне кажется там все и так сказано, иллюстрация очень сильная, иллюстрация правдивая, настоящая. Хотелось бы, чтобы побольше чиновников почитали про эту историю, посмотрели на самом деле, да. и как бы вот, ну, попытались еще что-то сделать, но и мы со своей стороны тоже должны, вы понимаете, потому что инициатива тоже, ну, от нас должна идти в эту сторону, чтобы мы как-то научились, нашли этот подход для того, чтобы не обвинить человека, для того, чтобы не осудить человека, а понять, принять, подсказать, направить и спасти на самом деле, как тот страж, который вот он все, готов был себя убить. И просто Павел, из-за того, что остановилось, из-за того, что Павел не впал в эфарию, да, в своем христианстве, как круто произошло, что цепи упали, двери отворились, все, я, классное свидетельство, я об этом буду рассказывать в той церкви, в той церкви, в той церкви. Чудо же произошло, а на самом деле вот нужно было быть готовым к тому, чтобы не уснуть вот в этот маленький момент, когда человек себя чуть не убил. И когда человек тот понял, что сделал Павел, что это неземное мышление на самом деле, что это настолько мощная любовь и откровение, что его просто вот, его, гада, остановили вот в эту секунду. Он говорит, ну, что мне делать? Он припалкивал ногам и говорит, что мне делать, чтобы спастись? И взял его домой, омыл раны и спаслась целая семья. Вот, да, как Бог может, ну, творить, творить дела. Вот уже, уже совсем другое свидетельство другого уровня. Еще одна маленькая прям иллюстрация в завершении. Это про то, опять же, про Илью. Если вы помните, Бог его брал на гору, когда он просил себе смерти. Да? Кстати, вот, ну, тоже такой иллюстрация про Илью, да? Как бы, в каком духе он находился. То есть, да, помните, мы недавно говорили, что всех убили, один я остался. Если никого нету, только я остался. Только я нормально. Только я хороша. Только, только, только. И Бога нет. Я еще семь тысяч себе сохранил, которые они переклонили колено перед Баалом. Да? То есть, мы понимаем, что когда есть недостаток, недостаток Духа Святого у человека, он вот будет вот такой вот раздраженный. Кажется, что он не будет видеть, как Бог работает. У него не будет надежды, что Бог там что-то делает, вообще. Ну, будет казаться, что делает только он один. Да? Вот мы тоже должны вот в этот дух не впасть. Понимаете? То есть, это тоже очень такой важный момент. Чтоб мы, ну, как бы, делая дело Божье, да, не думали, что только одни мы его делаем. А все остальные не понимают ничего. Да, много не понимают ничего. Много неправы. Но вот этот дух, нехватка Духа, она не дает человеку видеть эту надежду, что Бог там что-то приготовил. Вот. И он же, ну, на самом деле, очень такая... Я говорю, вот, если кому-то интересно, поразвышляйте над вот этими парочками. Иоанн Креститель, Иисус Христос. Или Елисей. И еще есть одна парочка, это Саул и Давид. И вот, ну, и вы увидите очень много похожих вещей. Очень-очень много похожих вещей. Что, вот, как-то они там соприкасаются, да. Вот у Ильи Иоанна Крестителя у них были одежды, да. Вот, верблюжий шерст, кожаный пояс, да. С одной стороны, это аскетические одежды, а с другой стороны, это их отличительная особенность. Только у них такие одежды, только они способны быть вот в такой праведности, что вот, ничего себе не позволять, и вот, максимальный такой аскетизм. А у Саула его вот оспехи, да. Это же прообраз тоже, который пытались на Давида одеть, а Давид говорит, не, мне неудобно, да. И он вот от этого отказывался. И вот про них можно сказать, что вот Саул, он как заканчивал, он убил себя. Но, там тоже есть такой момент, мне нравится, что он не умер от того, что он себя убил. Все-таки его там добил другой человек, он не смог умереть. Мне так говорят об этом милости Божьей, что даже вот такой злой, гневливый там, и тот, который гнал Давида, да, по идее достоин как бы попасть в ад, но Бог его спасает. Ну, я вот, я здесь отрежу. То есть, когда человек убивает себя, у него нет возможности как бы это. Ну, он там как бы убил себя, но не умер. Он лежит на этом поле, и человек идет, и вот, что такое, да. Душа моя, он же даже еще сказал, что я смертельно скорблю, потому что он какие-то такие слова сказал, что вот скорбь на теле меня объял, он видел смерть своих детей всех. Да, он пытался как бы, ну, он пытался драться с филистимлянами, то есть, как бы, и его было очень трудно убить, и они его изранили всего стрелами. Да, стрела лукавого, правильно у нас, ну, как бы. Его всего изранили, и вот в итоге он падает на меч, и что самое интересное, что в одной книге он так и умер, упав на меч, но, по-моему, в Паралипоменоне, то есть, у нас есть эта история, она рассказана в царствах, и эта же история рассказана в Паралипоменоне. И вот в одной из этих книг есть вот это дополнение, где человек идет, и он, оказывается, живой, он говорит, «Убей меня, душа еще во мне». И этот человек его убивает. У меня это говорит о том, что, как бы, Бог не дает ему покончить жизнь самоубийством. И если вы знаете, то пророк Илья, в другой день, нужно проверять, может быть, эти данные, но он тоже, когда он там сделал вот эти вот дела, Ильзавель сказал, я тебя убью, и он побежал, и написано, что он лег под можжевеловый куст и уснул. И как вот говорят, что можжевеловый куст – это куст для самоубийц. То есть, как бы, что-то там он выделяет, что человек, если под ним как бы уснет, то он не проснется. Вот. Другими словами, Илья, он так вот, ну, через сон пытается вот… Ну, и это по нему видно, потому что он кричит к Богу, «Забери меня, я не могу больше, забери, все, я больше не могу». И я говорю, что когда мы… С одной стороны, Бог так все вот выставляет, конница, его забирают там наверх, да, и мы так вот в этом видим некое такое вот чудо и благословение там и так далее. Но если мы вот поизучаем, попосмотрим, то мы увидим, что… или он, ну, что это у него какой-то акт такой, что вот, все, не могу больше, кончились силы, не хочу, забери меня и так далее. Ему там Бог даже говорит, иди сделай то и то. И он не доделывает даже свою работу. Если вы посмотрите, ему было сказано, царем поставь этого, этого помашь на это, и Елисей сделай пророк вместо себя. Он делает только Елисея, потом вот эту вот работу доделывает Елисей. Уже Иуя там в царей ставит Елисей. Ну, опять же, я так вижу, моя интерпретация как бы… Я просто вижу, много раз слышал разные интерпретации проповедников, которые вот настолько по-разному могут дать интерпретацию, настолько можно вот если как бы не увидеть большей глубины, ну, на мой взгляд, да, не сравнить его с Иисусом Христом и Сианом Христителем, не увидеть эту глубину или сделать героем, на которого нужно равняться. Понимаете, как это работает? Вот кто будет в наших глазах герой, на которого равняться? Как нам проповедник, может быть, вот тут вот скажет, что так мы и пойдем. А потом придем, может быть, вот в этом состоянии, где нету сил, где не хочется жить, где не хочется, нету понимания один я, никто меня не поддерживает там и так далее. Ну, а Елисей по-другому, Елисей в другом духе. И для меня Иисус Христос в другом духе. Поэтому даже для меня, я говорю, что даже для меня Елисей, он вот… там так много прообразов интересных. Он даже уже после своей смерти там было воскресение юноши, да? Он так очень, очень похоже на воскресение из мертвых, которое нам обещает Иисус Христос по-своему ошествии, да? Он говорит, что будет воскресение. И вот все, Елисея уже нет, а там происходит воскресение. Интересные прообразы. Можно оно как бы вот… Поэтому вы размышляете над этим, смотрите на это. И вот тот момент, который еще как-то про Илью сказать, что когда он на горе, помните, он был на горе, как раз вот он говорит, забери меня, забери меня. И вот увлек под этот куст, пытался уснуть. Там написано, ангел его разбудил, поешь, иди, поешь. И вот Илья исповедует это, забери меня, забери меня. И вот он там сказал, забери меня. Потом он его на гур привел Бог, он говорит, что хочешь? Все, не могу, забери меня. И вот там очень тоже интересный такой момент был, как Бог ему являлся. И там, помните, да? Он его поставил в расщелину. Там написано, Бог сначала шквальный ветер, туда-сюда там. Он говорит, ну это не был Господь. Потом там был огонь, грамп. И опять написано, но это не был Господь. И тут услышал он веяние, как бы, тихого ветра. И он вышел и закрыл лицо своей милостью, да? Ну, я иногда это как интерпретирую, да? Что это было до этого. Что это за демонстрации были до этого. А это вот и есть представление Ильи выходило из самого Ильи. Как он представлял себя встречу с Богом. Вот он, вот он, сильный ветер. Ах ты, что это не то. Вот он, вот он, огонь, град. И это не то. А потом раз, и тихий ветер. И это то, да? И вот, ну, и мы вот, ну, как бы, Иисус Христос, мы видим, что Он знакомый уехой. Да трости надломленные, не преломят на нас, прячьего, не угасят. И не услышим криков его на улице, да? И вот он, вот он такой, вот он, да? Вот этот голубь на него спустившийся, да? Размышляйте над этим, что это за прообразы, да? А у Ильи кто были? Вороны, помните? Его вороны кормили. То есть, да? Вот мы смотрим символ Ильи, вороны, которые его кормили. Символ Иисуса Христа, голубь, Дух Святой. Где мы еще эти прообразы встречаем? Когда Ной в Копчеге был, там тоже сначала ведь вороны выпускают, да? Наверное, потом, потом голубь вернулся. Я, я еще не понимаю, как это все значит, но я вижу здесь указания везде на Иисуса Христа. Понимаете, что есть и вороны, да? Есть и вот, ну, вот это вот, такое служение, да? Вот в таком духе, а есть служение в Духе Иисуса Христа. И это не слабость, на самом деле. Это еще большая сила, это еще больший дух. И этот дух, он из размышления, он из понимания, да? Он не от того, что мы там не можем отреагировать так, как нам хочется реагировать иногда на справедливость. Нет. Мы знаем, чьи не знаете, какого духа. Иисус им предлагает, вы узнайте, какого духа. Все вам станет проще, вам станет легче. Аминь! Да, очень, гурманец.